Привет, меня зовут Павел Белинский и сегодня будет новостной Блиц. А вы помните, как Россия в этом году отправила в Венесуэлу 300 тонн лекарств? А сирии сколько мы отправили гуманитарной помощи за все это время? Можем себе позволить, ответите вы, ведь у них трудная ситуация в стране. Конечно, ведь у нас очередной прорыв намечается. На, серьезно, ты не верил. В российских аптеках начнут продавать лекарства в кредит. Это какой-то позор? Целевой потребительский кредит можно оформить на сумму от 3 до 300 тысяч рублей. При этом ставка очень высокая, 23% годовых. Притом телевидение подает это как всего лишь 23%. Кредит выдают на срок от 3 месяцев до года. Дом в кредит, машина в кредит, продукты в кредит, а теперь и лекарства. А в это время Россия будет поставлять в Африку лекарства против лихорадки Эбола, которая сама разработала и профинансировала эту разработку. А вот россиянам Петр Толстой советовал лечиться боярышником, хотя его дети живут за границей и там же лечатся. Воображение! Госдума потратит 350 миллионов рублей на изучение мнения россиян о своей работе в 2020 году. Зайти в интернет и узнать мнение народа бесплатно слишком сложно, нужно обязательно распилить пару сотен миллионов. Я напоминаю о том, что в России более чем у половины населения страны нет теплого туалета. Чиновники Орловской области торжественно открыли первый отапливаемый туалет в школе. На него потратили примерно 1 миллион рублей. Теплый туалет здесь появился впервые за 145 лет существования школы. Это настоящая погибеда энергетической сверхдержавы. Интересно, кто первый торжественно срал под аплодисменты? Адвокат Олега Соколова на серьезных щах заявил, что причина убийства и расчлененки аспирантки в Питере – это активная фаза луны. Чего, блядь? Полнолуние. И что многие шизофреники творят всякую дичь именно в это время. На, серьезно? А задается вопрос, так может он вообще просто так, оборотень? В Башкирии чиновники подарили велосипед ребенку с ДЦП, который даже стоять самостоятельно не может. Катайся на здоровье, так сказать. Воображение! В Липецкой области пациент немного не дошел до поликлиники. Медики проходят мимо. Ни одного ни врача, ни медсестры нет. Упал у дверей и бился в конвульсиях. Медики, проходившие мимо, не обращали на бедолагу никакого внимания. Первую помощь ему оказала случайная прохожая. Когда забыл дома полис. Очень плохой юмор. Госдума окончательно запретила продавать гаджеты без российских приложений в третьем чтении. Закон вступит в силу с июля 2020 года. В Воронежской области родители привели ребенка со сломанной рукой в больницу, чтобы сделать снимок. Но рентгенолог была настолько в говнину пьяная, что даже не смогла разговаривать. Ее уже уволили. Вот, пришли на снимок, сделать ребенку рентген. Вот она сидит, чудо пьяная. Просто в говну пьяная я. Вот она, вот она, чувырла. Че ты сидишь? Че с тобой делать-то? Че с тобой делать? Ребенок сидит, иди, рентген делай. Хотя, это классика российской медицины. Госдума приняла законопроект, который позволяет любых физических лиц признавать иностранными агентами. Скоро все россияне, у которых нет загранпаспортов, станут иностранными агентами, кроме, собственно, депутатов Госдумы с недвижимостью за рубежом. И другие работающие чиновники, имеющие гражданство и вид на жительство в других странах, таковыми являться не будут никогда. Воображение! В одном из парков Архангельска появились качели. И так как они одни в парке, единственные, к ним моментально выстроилась очередь из детей. Но уже через сутки администрация гордо приковала качели к земле, чтобы дети не расшатывали конструкцию чрезмерным раскачиванием. Говорят, это не совсем для этого качели, и вообще на них просто сидеть надо. Сегодня они раскачали качели, а завтра в лодку. Директор ФСИН пообещал изжить пытки в российских колониях. Директор ФСИН Александр Калашников назвал применение силы к заключенным в колониях со стороны персонала отдельными случаями, а не системой, и пообещал их изжить. Он заверил, что по каждому сообщению проводится служебное разбирательство, и виновные несут ответственность, вплоть до уголовной. Ведомство займется профилактикой таких преступлений, для чего уже подготовлены и разосланы в регионы методические рекомендации. Помогите! Гулиганы зрения решают! В военкомате Благовещенского знали о склонности к суициду студента, устроившего в стрельбу. Сотрудники призывной комиссии в Благовещенске знали о склонности к самоубийству 19-летнего студента, который расстрелял своих однокурсников в колледже, а затем покончил с собой. Об этом сообщил заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев. По его словам, военкомат не предупредил о диагнозе учебное заведение, поскольку между ними нет взаимодействия. Призывной комиссии ссылаются на ведомственные инструкции, по которым им запрещено разглашать подобные данные. «Вот мы сегодня вместе с военными прокурорами проверим, в том числе, работу военных комиссариатов. В этом плане и дадим оценки», – цитирует Ткачева Интерфакс. Также он рассказал, что у прокуратуры Амурской области есть претензии к региональному правительству из-за качества организации обучения. По результатам проверки учебных заведений указывает РИА Новости. Депрессия? Просто не грусти. Врачи военкомата. Машинист петербургского метрополитена открыл стрельбу во Всеволожском районе. Накануне вечером на балконе одного из многоквартирных домов петербуржец открыл с балкона огонь по улице из автомата. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали проживающего по указанному адресу 39-летнего машиниста электропоезда. По предварительной информации, причиной стрельбы стал семейный конфликт. Да, это жестко. Минэкономразвитие ждет от россиян 1 триллион на добровольную пенсию. Приток средств в новую систему добровольных пенсионных накоплений должен составить почти 1 триллион рублей в 2021 году. Как пишет РБК, это следует из проекта KPI. По проекту KPI в 2022 году объем добровольных пенсионных взносов россиян, накопленных в системе, возрастет до 1,5 триллиона в 2022 году и до 2,2 триллиона в 2023 году и до 3 триллиона рублей в 2024 году. В министерстве предполагают, что зарплатный фонд работников вырастет с 29,5 триллиона рублей в 2022 году до 34,1 триллиона рублей в 2024 году. То есть ведомство планирует, что россияне в среднем будут отчислять зарплат 2, а может быть 2,3 процента добровольно на пенсионные накопления. Притом я напоминаю вам, что пенсионные обязательные отчисления существуют до сих пор. И это будут добровольные отчисления, то есть обязательные отчисления вы будете отчислять 100%, мы добавляем еще 2, возможно 2,3 процента от зарплаты. Черт подери, у половины россиян страны зарплата уходит вся на оплату ЖКХ и минимальных потребностей, а большинству не хватает вообще. Какие отчисления, вы что? А теперь то, что я действительно хотел, да уже давно. Россиян захотели штрафовать за шум ночью. Совет Федерации предложил включить в Кодекс России об административных правонарушениях ответственность за шум в ночное время. Об этом сообщает издание «Известия». Наказывать нарушителей тишины предлагается штрафом в размере от 1 до 3 тысяч рублей. Авторы инициативы отметили, что имеется в виду любые действия, которые нарушают право на отдых в жилище граждан вне зависимости от уровня шума. Ура! Отмечается, что на данный момент такая норма действует во всех 85 российских субъектах, но в федеральном законодательстве не зафиксировано. Полиция приедет на вызов только если регион договорился с ней о соответствующих составах правонарушений. Из-за этого нарушители не всегда привлекаются к ответственности, считает сенатор Ирина Рукавишникова. По ее словам, предлагаемые поправки в КОАП решат этот вопрос. Я всеми руками за, чтобы этот закон точно приняли. Воображение! А на этом все. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, там же оставляйте свои комментарии. Если хотите помочь мне и проекту, все ссылки в описании, любой помощи буду рад. А также не забывайте делиться данным видео. Расскажите об этом видео своим друзьям. А также распространите среди жильцов вашего ЖЭКа. Как вы это любите. Спасибо.